Остров Патнес. История апостола Иоанна и книга Откровения. Сегодняшняя программа будет незабываемой. Пожалуйста, не пропустите ее. Греция Патмос Добро пожаловать на мировое влияние и на остров Патмос. Я нахожусь сейчас на вершине монастыря Святого Иоанна на одной из наивысших точек этого острова. На этом острове апостол Иоанн получил откровение об Иисусе более 19 веков назад. Это изменило его жизнь, а также всю историю. Так появилась последняя книга Нового Завета, и сегодня мы будем ее изучать. Наш сегодняшний урок очень прост. Он о том, что Иисус Христос открылся нам как глава Церкви. Надеюсь, во время этой программы Бог будет говорить к вам. Вы увидите прекрасные пейзажи, и это вдохновит вас. Если Бог коснется вас, и у вас возникнут вопросы, то позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт. Нас смотрят во всем мире, и мы будем рады услышать ваш отзыв. Свяжитесь с нами, расскажите, что происходит в вашей жизни и в вашей Церкви. Мы обязательно помолимся за вас. Ну а сегодня мы разберем послание Иисуса семи церквям Азии. Далеко позади меня вы можете увидеть горы так называемой Малой Азии, времен самого Иисуса Христа. Но и до сих пор они стоят на своем месте. Сегодня это уже Турция. Иоанн мог видеть вдали то место, в котором он жил и служил когда-то давно. Он написал здесь свое величайшее Откровение. Он послал тем церквям прямое послание от Иисуса Христа, который открылся в книге Откровения как глава Церкви. Я прошу вас, оставайтесь с нами. Я нахожусь на Патмосе, и сегодня мы поговорим об Иисусе как о главе Церкви в 21 веке. Светильники из книги Откровения символизируют Бога и перекликаются со светильниками из еврейского храма. НОВАРА Светильники из книги Откровения символизируют Бога. В самом начале книги Откровения Иисус обращается к семи церквям Азии. Это были небольшие очаги христианства, которые постепенно перерастали в сообщество веры в Иисуса Христа. С тех пор Евангелие распространилось по всему миру. В Северной Америке более 350 тысяч зарегистрированных церквей. Самые большие из них — католики, южные баптисты и объединенные методисты. Южная Америка — это родина 40% всех католических церквей мира. В Европе большинство детей уже рождаются членами государственных церквей, посещаемость которых очень низкая. В Африке самый высокий процент еженедельного посещения церквей, в которых от 10 тысяч до нескольких тысяч человек. А самые большие церкви в Азии — 480 тысяч членов церквей. Но на большинстве территориях нет никаких формальных церквей. В 2012 году Фейсбук провел опрос среди христиан, какие характеристики своих церквей они считают лучшими и какие худшими. Среди хороших характеристик были названы благотворительность, изучение Библии, сильная вера и живое прославление. А среди плохих — лжеучение, равнодушие членов и злословие. Мы можем подумать, что это черты современной церкви, но именно они упоминаются по отношению к семи церквям из книги Откровения. Как бы там ни было, Иисус остается главой церкви. Я нахожусь сейчас на вершине монастыря святого Иоанна, который построен на одном из холмов Патмоса в XI веке в память о том, что произошло с Иоанном, когда он увидел Откровение Иисуса на этом острове. Мы говорим о том, что книга Откровения открывает нам Иисуса Христа. Мы уже обсудили разные проявления его природы, представленные в этой книге, а сегодня мы поговорим о том, что Иисус открылся как глава церкви. Книга Откровения — это апокалиптическая литература, но также это и пророческое послание, содержащее обетование для будущего. В-третьих, это также циркулярное письмо, которое нужно было прочесть церквям Малой Азии, находящимся неподалеку. Открывшись Иоанну, Иисус обратился к семи церквям. Из книги Откровения хорошо видно, что Иисус — это глава церкви, и он обратился к семи церквям Малой Азии. Служение Иоанна проходило в Малой Азии. Жил он в Эфесе и наверняка посетил все эти церкви. То есть это интимное послание от Иисуса Христа, переданное через Отца этих церквей. Давайте посмотрим, что именно сказал Иисус этим церквям, которые находятся недалеко отсюда. Сначала Иисус обратился к Эфесской церкви. Ее можно назвать бесстрастной. Иисус сказал им, у вас хорошие доктрины. Вы умеете различать, что хорошо, а что нет. Но у меня есть кое-что против вас. Вы потеряли свою первую любовь и страсть ко мне. В Откровении 2 главе 5 стихе сказано так. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела твои, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Иисус призывает эту церковь вернуться к любви. Вторая церковь — это церковь Смирни. Ее можно назвать «страждущей церковью». В Смирни культ поклонения императору Домициану был очень сильно развит. Люди страдали там от давления Рима, и Иисус отправил им слово утешения и ободрения. В Откровении 2 главе 10 стихе сказано, «Не бойся предстоящих тебе страданий. Вот дьявол скоро бросит некоторых из вас в тюрьму, чтобы испытать вас, и 10 дней вы будете терпеть муки. Будь сверен до смерти, и я дам тебе венок жизни». Третья церковь — это Пергамская. Ее можно назвать церковью с компромиссными доктринами. Они делали много хорошего, научили тому, что было против слова. Они принесли доктрину Валаама и доктрину Николаитов, которая говорила о разделении между духовенством и прихожанами и наделяла лидеров огромной властью. Этой церкви Иисус сказал, «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Далее у нас идет четвертая церковь — это Феатирская. Ее можно назвать церковью с моральными компромиссами. В этой церкви был человек, которого Иисус назвал Иезавелью, и он учил христиан жить аморально. Иисус был очень строг с этой церковью. Он сказал, «Они умрут, чтобы вы поняли, что я глава церкви». Но даже в этой церкви были морально чистые люди. Пятая церковь, к которой обратился Иисус, — это Сардийская церковь. Эта церковь нуждалась в пробуждении. Иисус сказал им, «Всем кажется, что вы живы, но на самом деле вы мертвы». Эта церковь не была искренней в представлении Евангелия. Они притворялись. И Иисус призывал их пробудиться. Айден Таузер сказал так, «Сто религиозных людей, объединенных вместе в какую-то организацию, не являются церковью. Так же, как и 11 мертвых людей, не являются футбольной командой». Главная характеристика церкви — это жизнь. Иисус сказал, «Вспомни, что ты принял и слышал, храни это и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Далее у нас идет шестая церковь, к которой обратился Иисус. Это церковь Филадельфии. Ее можно назвать церковью с большим потенциалом. У нее были прекрасные возможности, но нужна была сила Божия. Иисус сказал в Откровении 3 главе, «Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю дела твои. Вот, я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил Слово Мое и не отрекся от имени Моего». А далее последняя церковь, к которой Иисус обращается как глава церкви. Это ладикийская община. Ее можно назвать теплой. Иисус сказал об этих людях, что они считают себя богатыми, но они бедны. Они считают себя зрячими, но они слепые. Также Он сказал, что они не горячие и не холодные, поэтому Он готов выплюнуть их из Своих уст. Важно понять состояние ладикии. Этот город нуждался в источнике воды. Он находился недалеко от городов Герополис и Колосса. В Герополисе были подземные источники горячей воды, а в Колоссах была холодная освежающая вода. Герополис находился в 10 километрах, а Колоссы — в 16 километрах от Ладикии. И римляне построили водопровод из обоих городов до Ладикии. Итак, из одного источника они могли получить горячую воду, а из другого — холодную. Проблема в том, что, преодолевая расстояние в 10 и 16 километров, и горячая, и холодная вода становились теплыми. То есть, в Ладикию поступала только теплая вода. Иисус сравнивал их с этой теплой водой. «Вы недостаточно горячи, чтобы принести исцеление, и недостаточно холодны, чтобы принести освежение. Поэтому я отвергаю вас». Иисус сказал, что только его присутствие может разогреть их. В Откровении 3 главе 19 и 20 стихе он сказал так. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною». Это все семь церквей, к которым когда-то обращался Иисус. А какую церковь посещаете вы? Бесстрастную или гонимую? С доктринальными или с моральными компромиссами? Может, ваша церковь нуждается в пробуждении? Или же у нее огромный потенциал? Или же вы из теплой и самодовольной церкви? Какой бы ни была ваша церковь, ее глава – Иисус Христос? Если ваша церковь прислушается к Нему, то увидите Его славу. Оставайтесь с нами. Я вернусь через минуту, и мы продолжим говорить об Иисусе как о главе сегодняшней церкви. Вы регулярно посещаете церковь. Почему или почему нет? Я выбрала ОРЮ по ряду причин. Онлайн-программа в ОРЮ является настолько гибкой, что она никак не влияет на повседневную жизнь человека. Если вы работаете днем, то вы можете учиться и выполнять задания в 10 вечера. Вся учебная программа находится в вашем переносном компьютере. Для нас это было очень важно, так как моя семья любит путешествовать. Я училась и сдала экзамен онлайн-программы, находясь за границей. Мои преподаватели были очень отзывчивыми. Они всегда были готовы мне помочь. И они хотели, чтобы я добилась успеха. ОРЮ – это христианский университет. И кроме получения образования, он помог мне развивать мою духовную жизнь. Это удивительно. Это прекрасная программа, действительно. Очень мне помогла. Используйте свое время с умом и начните выполнять свое жизненное предназначение. Заходите на наш сайт. «Семь церквей из Азии» – это удивительная история из Писания. Сейчас один из наших экспертов расскажет, какой была жизнь Малой Азии в первом веке. Меня зовут Брайан Ван Девентур. Я живу в Греции уже 24 года. За эти годы я водил людей в Туры по стопам Павла, а также по семи церквям из книги Откровения. Сегодня эти церкви не существуют. Это скорее археологические достопримечательности. Но это тоже интересно, потому что там вы можете увидеть вещи, о которых Иисус говорил через Иоанн. Мое любимое место – это Пергам. Там можно увидеть подтверждение того, о чем говорил Иоанн, например, престол сатаны. Конечно же, это было место поклонения императору, а также храм Зевса, где находился большой жертвенник, который назван в Откровении престолом сатаны. В этих местах все эти вещи будто бы оживают. И мы понимаем, что то, с чем сталкивалась церковь в книге Откровения, не так далеко от того, в чем мы живем сегодня. Я думаю, что самое важное во всем этом – это потеря настоящих библейских знаний. Мы далеко отошли не только от того, что Библия означала для тех, кто жил в то время, когда она была написана, но и от того, что она означает сегодня. Когда мы отходим от жизни, которая представлена в Писании, то теряемся в материальных вещах и в страхах, окружающих нас. В страхе гонения, например, и неприятия общества. Все это переживала церковь в Откровении, и это есть не только в наших церквях, но и в наших жизнях. Мы, по сути, ничем не отличаемся от тех людей, потому что человек всегда остается человеком. Времена одни и те же. Может быть, сменяются веяния, но человеческие сердца остаются прежними. То есть послания каждой из этих церквей откликаются в нашей личной и церковной жизни. Как говорил Иисус, нам тоже следует вернуться к первой любви. Вот почему я так люблю приезжать сюда. Греция — это уникальное место, где вы можете посмотреть на живое Писание. Тут у вас появляется возможность увидеть все то, о чем говорил Иисус. Понять, почему Он об этом говорил. И возобновить это в наших сердцах, а не просто в наших умах, как тогда, когда мы читаем Писание. Сегодня мы говорим о книге «Откровение» на острове Патмос. Мы говорим о том, что Иисус открылся как глава церкви. И Иоанн увидел Иисуса во всей славе. Но очень интересно, что Иисус начал открывать себя и будущее всего мира с обращения к семи церквям из Малой Азии. Давайте еще раз посмотрим на эти церкви и поймем, что Иисус хочет сказать всем нам. Первое послание книги «Откровения» говорит о том, что поместная церковь очень важна. Билл Хайбл сказал, поместная церковь — это надежда для мира, а ее будущее лежит в руках ее лидеров. Нынешнее поколение не очень уверено в важности церкви. Многие молодые христиане не уверены, нужна ли им поместная церковь. Однако из книги «Откровения» мы понимаем, что церковь настолько важна, что Иисус лично обратился к семи церквям. Я верю, что церковь очень важна. Рик Уоррен как-то сказал следующее. Он создал церковь, чтобы покрыть пять ваших самых глубоких нужд. Это цель жизни, люди, с которыми вы живете, принципы, ваше вероисповедание и сила для жизни. Нигде в мире эти пять привилегий не объединены вместе так, как здесь. В поместной церкви верующие имеют подотчетность, утешение, подкрепление и общение. А также здесь мы можем служить нашей вере в Иисуса Христа. Иными словами, вместе мы можем сделать больше, чем по отдельности. Также в этом послании Иисус показал, что главой каждой поместной церкви является Сам Иисус Христос. В Откровении 1 главе 20 стихе сказано так. «Тайны семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть — семь церквей». Тем самым Иисус говорит, что Он глава этих церквей, а их пасторы под Его контролем. В Откровении сказано, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Иисус заплатил за церковь своей кровью, поэтому Он владеет церковью. Также в Послании к Ефесиным 1 главе сказано так. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Никакой человек не является главой церкви. Только Иисус — глава всемирной и поместной церкви. Из этого текста мы узнаем, что Иисус обращается к церкви в целом и в частности. Питер Форсайт сказал по этому поводу такие слова. «Поместная церковь — это проявление Вселенской церкви. В Откровении неоднократно сказано «Имеющие уши пусть слышат, что Дух Божий говорит церквям». Откровение было письмом, которое должно было циркулировать среди всех семи церквей Малой Азии. Все церкви слышали обращение Иисуса к другим церквям. Я не думаю, что эти церкви из Откровения символизируют церковь в истории. Некоторые думают, что это пророческое послание, и теперь мы живем во время Ладикеи. Я думаю, что эти церкви символизируют поместные церкви, которые существовали всегда. И среди них вы можете найти и свою церковь. Это действительно так. Дэвид Платт сказал однажды, «Если вы называете себя последователем Христа, то задумайтесь о своем отношении к поместной церкви». Иисус обращался к церкви в целом и в отдельности. Четвертый урок заключается в том, что Иисус хочет быть в центре церкви всегда. Иоанн увидел Иисуса, стоящим посреди семи светильников. Он центр церкви. Иисус сказал, «Там, где двое или трое собираются в Мое имя, там и Я среди них». Слово Божие говорит, что Он держит все вместе. Иисус, когда Иисус в центре поместной церкви, Он будет держать ее вместе и принесет в нее жизнь. Послание Колосиным говорит нам, «Он есть прежде всего, и все им стоит». И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. А далее у нас следует урок номер пять. «Любая церковь может быть восстановлена». Как мы видим, пять из семи церквей были призваны к покаянию. Иными словами, они были призваны к тому, чтобы вернуться к Божьим путям. Любая церковь может быть восстановлена с Божьей помощью. Это невероятное заявление. Я видел церкви, которые находятся в серьезных проблемах. Они далеко ушли от Божьего призвания. Но Божие предназначение для них не изменилось. Если такая церковь покается и возвратится к Богу, то может быть искуплена и спасена. Как сказал Билли Сандей, «Хождение в церковь не делает из вас христианина, как гараж не делает из вас автомобиль». Церковь важна для вас. Там вы можете иметь общение с другими верующими, чтобы исполнить великое поручение и жить в дисциплине, любви и гармонии. Ведь это так необходимо для каждого из нас. А я хочу спросить вас, как поживает ваша церковь, как обстоят в ней дела? Она страдает? Или же она полна потенциала? Пожалуйста, позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт и оставьте мне сообщение о том, что происходит в вашей конкретной локальной церкви. Поместная церковь важна для каждого верующего. Мы хотим за вас помолиться. Я хочу еще раз сказать вам, что Иисус открылся в истории и в книге «Откровения» как глава сегодняшней церкви. Образование осталось важным для нас даже тогда, когда мы завели семью. Онлайн-программа подходит мне, так как благодаря ей я могу учиться во время кофейного перерыва. У меня очень плотный график, и я могу учиться только в удобное для меня время. Используйте свое время с умом, продвигайте свою карьеру и выполняйте свое жизненное предназначение. Начните прямо сейчас. Заходите на сайт O.R.E.U. Сегодня мы побывали в монастыре святого Иоанна на одном из наивысших холмов Патмоса. Я рад, что я могу быть там, где 19 веков назад стоял Иоанн, когда получил откровение Иисуса Христа. Сегодня мы говорили о том, что в книге Откровения Иисус открылся как глава церкви. Он глава церкви по всему миру, а также глава вашей поместной церкви. И я бы очень хотел узнать, что происходит в вашей церкви, и может даже помолиться за вас. Возможно, ваша церковь похожа на одну из церквей из книги Откровения. Может, она страдает или переживает трудности, скажем, в доктринальных или моральных вопросах. Если вы хотите, чтобы мы помолились за пробуждение в вашей церкви, то позвоните мне прямо сейчас. Также вы можете зайти на наш веб-сайт и рассказать свою историю, а наши молитвенники будут молиться о том, чтобы Бог послужил в вашей церкви силой Его Духа. Иисус царствует сегодня. Он глава церкви. Как ваша голова контролирует все ваше тело, так и Иисус хочет контролировать все, что происходит в вашей церкви. Если вы пастор, то я призываю вас отдать бразды правления вашей церкви в руки Христа. Помните, Он глава, и Он со всем справится. Нет таких проблем, которые были бы неразрешимы для нашего Господа. Поэтому молитесь сегодня, и если вам нужна молитвенная поддержка, пишите нам. Спасибо, что смотрели нас сегодня. С вами был Билли Уилсон и Мировое влияние. Сегодня на острове Патмос мы изучали Книгу Откровения и говорили о том, что Иисус открылся как глава церкви. Я рад рассказывать об Иисусе вам и всему миру. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орелла Робертсом, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 60 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарном. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру через Конгресс Эмпауэр 21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. На нашем сайте вы можете посмотреть наши программы, делиться молитвенными нуждами и пользоваться различными ценными учебными материалами для вас и всей вашей семьи. Также вы можете попросить нас о молитве поддержать это всемирное служение или поделиться своим свидетельством по телефону, который сейчас указан на ваших экранах.